В медицине есть такое понятие качество жизни. Оно смыкается с проблемой, как жить с заболеваниями, которые на сегодня считаются неизлечимыми. Если человеку ставят такой диагноз, у него опускаются руки. Как вырвать его из больничного плена и помочь вернуться к тому, что интересно и дорого. Доктор Виктор Александрович Борисов не экстрасенс и не чудо-целитель. Он врач с многолетней практикой и большими познаниями в области современных медицинских и близких к медицине научных исследований. Вместе со своими коллегами он помогает людям с очень тяжелыми диагнозами. 13 июня 2006 года врач-реабилитолог Виктор Александрович Борисов был избран почетным членом Берлинского медицинского общества. Это очень авторитетная в научном мире организация. Только за самые выдающиеся заслуги можно быть удостоенным столь высокой чести. Доктор Борисов стал третьим нашим соотечественником после Павлова и Бехтерева, чьи заслуги в медицинской науке были отмечены столь высоким признанием. Для нас методы профессора Борисова оказались совершенно новыми, и поэтому сейчас мы очень заинтересованы в дальнейшем изучении и внедрении, потому что мы видим в этом деле громадную перспективу. Особое внимание научной общественности привлекли к себе результаты работы Виктора Александровича Борисова по реабилитации онкологически больных. И в передаче «Школа здоровья» на СГУ ТВ вы узнаете о его методе реабилитации, который уже помог многим. Но напоминаем вам, что мы не пропагандируем и тем более не рекламируем ни методы лечения, ни лекарства. Мы только информируем вас о достижениях современной медицины. Я хочу вам представить известного у меня человека и довольно известного бизнесмена в Югославии. Батчепич Тихомир. Он появляется у нас седьмой раз. Первый раз, конечно, это была трагическая история, когда он появился с четвертой стадии рака, у него метастазы сидели на шее, он не говорил, а фактически сипел, не разговаривал. Размер метастаза, который вылез на шее, был величиной с мой кулак. Можете себе представить? У него голова была примерно вот в таком положении. У него практически не было голоса. Но когда он вернулся к нам после перерыва, у него уже ничего не было, все рассосалось. За последние полугода состояние больного не ухудшается, состояние стабильное, он активно работает. Работаем нормально, не размышляем о болезни. У тебя есть побочное явление от химиотерапии? Скажите, больше всего не помню. Ну, не поворачивает. Нет, 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 химиотерапия нормально подняет. Волосы на месте. Волосы, да. Все нормально. Не облысел, его не тошнит и так далее. То есть на фоне реабилитации он великолепно переносит химиотерапию. И более того, у него опухоль прогрессивно уменьшается. Когда он прибыл, у него опухоль была 7 на 8 сантиметров базовая, то есть материнская. Потом она уменьшилась где-то на треть, потом на половину. И она не развивается де-факто, но зато ушли метастазы, которые видны были на шее. Наша задача была разработать методику, позволяющую снимать у больного осложнения после химиотерапии, после лучевой терапии, после хирургического лечения. И фактически возвращать больного к жизни. На этом построена была методика. И удалось это сделать. И действительно никаких побочных явлений при даже химиотерапии у больных нет. Они прекрасно себя чувствуют. Если мы успеваем, конечно, вмешаться. Как правило, идет химиотерапия, а мы восстанавливаем, естественно, химиотерапию. Это достаточно тяжелая вещь, об этом все знают и так далее. И наша задача вернуть больного к жизни, к активной жизни, к трудоспособной, к функциональной реабилитации. Он же не прекращал ни одного дня своей работы. Ты работаешь? Нон-стоп. Нон-стоп. О, отлично. Колоссальная проблема. Ежегодно в России порядка двух с половиной миллиона больных раком. И у многих эта тупиковая ситуация. Они не знают, куда обращаться. Более того, ведь многие подвергаются активным типам лечения. И, соответственно, вот период реабилитации, как правило, пущен на самотек. Например, блестяще прооперировали хирурги. А что дальше делать? У нас в этом месте как раз и провал. Больного, как правило, чуть-чуть подлечили, отпустили. А ведь его нужно вернуть к функциональному состоянию, к работе, к активной жизни и так далее. На самом деле, я не онколог. А заняться онкологическими больными заставила просто жизнь. Когда мои друзья стали вымирать от онкологических заболеваний. И это, наверное, я посмотрел, как они мучаются после химиотерапии, когда выпадают волосы, человек обездвижен, у него нет никакого интереса к жизни. Депрессия занимает ведущее место, не знает тяжесть собственного заболевания. И мы создали группу, которая позволила объединить самые современные методы оздоровления на настоящий период. Неинвазивные, абсолютно безвредные, не вызывающие побочных эффектов и так далее. Это соединение биохронотерапии и фотодинамической терапии. Первая, фотодинамическая терапия. Основной проблемой и, наверное, основным свойством опухоль является беспредельный рост и обжорство, грубо выражаясь. Мы используем, наверное, древнюю монгольскую казнь. Когда монголы, гостей, которые им были неугодны, кормили жирной бараниной, а потом давали выпить стакан ледяной воды. Баранина смораживалась, и, соответственно, человек умирал в муках от заворот и кишок. А на этом, наверное, базируется... Можно такую аналогию провести, хотя она не совсем корректная. Ведь опухоль действительно обжора. И мы даем ей прекрасный витамин, прекрасную пищу, производную спирулины. Это хлорофилл. И вы знаете качество опухоли, когда она отбирает питательные вещества от окружающих клеток. Естественно, она захватывает это питательное вещество. И потом под воздействием лазера с определенной длиной волны происходит разрушение хлорофилла. В лесу вы дышите чем? Кислородом, когда заходите в лес. Почему? Потому что хлорофилл разлагается, распадается три его связи, СООН. И кислород выходит в атмосферу. Притом активный кислород. Он соединяется в молекулу О2. И этим мы и дышим. А опухоль, объявшись этим прекрасным питательным веществом под воздействием лазера, там происходит совершенно другое. Кислород-то выделился, но опухоль не имеет пор, в отличие от зеленого листа. И она погибает. Почему? Потому что кислород начинает метаться по клетке. Он не находит выхода, ведь клетка не имеет раковый пор. И, соответственно, он повреждает внутренние структуры клетки, ее органеллы. И, естественно, она гибнет. Особенно это хорошо заметно при кожных проявлениях рака. Но вот в последнее время мы разработали методику, позволяющую реабилитировать больных с более глубокими поражениями. Метод фотодинамической терапии применяется для лечения и реабилитации онкологических больных. Это довольно новый метод. И состоит он из трех эспостася. Одна из них – это технология, которую разрабатывает врач. Вторая – это оборудование, которое при этом применяется. И препарат, который является производным хлорофила и применяется в этом методе. Препарат вводится в организм человека и накапливается в больной опухоли. Дальше мы можем визуализировать эту опухоль с помощью нашего оборудования. Таким образом провести полную диагностику пациента. Вот я сейчас продемонстрирую на ладошке светящийся фотосенсибилизатор. Вы видите на экране прекрасно ограниченную опухоль, которая может быть у больного. И врач видит локализацию этой опухоли. В процессе освещения этой опухоли светом лазера, опухоль, вот это освещение начинает потихоньку исчезать. Выгорает сенсибилизатор. И когда освещение исчезает совсем, врач в этот момент прекращает облучение. И процедура считается законченной. Диагностика таким прибором позволяет видеть метастазы с диаметром менее 1 мм. Такие размеры метастазов не видит ни один современный метод диагностики подобного рода заболеваний. В лучшем случае это маленькая горошина. Когда к нам попадает уже больной с более развитыми стадиями заболевания, мы проводим диагностику с помощью этого оборудования. И дальше применяем более мощное излучение. Лазерное излучение. Лазерное излучение направляется на опухоль больного, где находится уже фотосенсибилизатор. Врач выбирает уже в соответствии со своей технологией время облучения. Частоту импульсов вы видите, что лазерное излучение мигает. Согласует эту частоту с дыханием больного и с пульсом его сердцебиения. Что помогает укоротить время облучения. И затронуть более важные процессы биологически происходящие в организме. Что способствует лучшему устранению опухоли и соответственно более высокому качеству лечения. Этот метод хорош еще тем, что он является органосберегающим. Вы видите, что облучение, которое мы производим, оно может быть уменьшено. Маленьких размеров или больших. Есть метастазы, которые мы можем не увидеть, не обморожить, забыть про них или просто не знать. Наш метод позволяет осветить всю околоопухолевую область больного и другие части тела. И заранее предотвратить развитие мелких метастазов, которые находят в организме. Не говоря уже о том, что мы справляемся с опухолью, находящейся в организме. Погибшая опухоль, если она не очень крупных размеров, скажем, в несколько объемных сантиметров кубических, то со временем она рассасывается, с помощью, с ней справляется сам организм. Если это мелкие опухоли, метастазы, они исчезают в несколько дней, рассасываются в организме. Если это более крупная опухоль, тогда она капсулируется и приходится прибегать к хирургическому вмешательству, для того, чтобы убрать мертвую опухоль. Иначе развивается процесс интоксикации у больного, и он может погибнуть от отравления продуктами разложения опухоли. Если это поверхностная локализация, где произошло уничтожение опухоли, поверхностные раки, раки слизистых оболочек, рот, глаз, половые органы, то на месте этих опухолей погибшей образуются корочки, которая в течение нескольких недель отпадает, и под ней остается здоровая ткань. Алина Михайловна, в очередной раз рад увидеть и встретиться с вами. Вы у нас самая опытная пациентка. Вы прошли огонь и воду, и медные трубы. Массу операций по поводу онкологии. Знаете, все клиники онкологические в Москве. И вот расскажите, что дает вам эта реабилитация, если это возможно, конечно. Я действительно 4 операции. Последняя операция на коширке была сделана. После операции на коширке было 29 сеансов лучевой терапии. За полтора года 25 сеансов химиотерапии. А опухоль продолжала расти. На коширке они были страшно удивлены. Его так разводили руками и говорили, мы не знаем просто, что делать с вами. Моё лечение заключается сейчас лечением в этой клинике плюс химиотерапия. Это уже вот так с декабря месяца опухоль остановилась в своем росте. Ничего в организме ничего не поражено. Ухудшений никаких нет. Чувствую нормально себя. А субъективно? Как вы себя чувствуете? Субъективно, я еще раз вам говорю, что результат вашего метода на химиотерапию действует не то, что положительно. Ведь мнение врача, вы знаете об этом, я с вами говорила, мнение врача, онколога, который сказал, что мне не помогала химиотерапия без вашего метода. Вот вы плюс химиотерапия, и вдруг опухоль, вот тогда она остановилась в росте. Когда все это совместно, вот одно мне не помогает, потому что очень тяжелый случай со мной. И у меня один метод мне не помогал. А вот вместе с химиотерапией, химиотерапия стала помогать после того, как я стала у вас лечиться. Правильно. Вот объективные, вот последние апрельские исследования компьютерной томографии малого таза показали, что полтора сантиметра где-то в опухоли внутри уже показывает онкологическая компьютерная томография. Все, она какой-то пониженной активностью. В общем, она неактивная опухоль, она прекратила свой рост и так далее. Она прекратила рост, она образовалась, как показала УЗИ, образовалась граница опухоли. Она как дрожжи была. Отшумковалась, да? Да, вдруг она превратилась в определенную какую-то опухоль, которая имеет теперь границы. И на опухоли, как показала доктор УЗИ, на опухоли показались рубцы. Ну, прекрасно. Вот это то, что произошло. И вот с декабря месяца по сегодняшний день опухоль не выросла ни на миллиметр. А химиотерапия, она хорошая, всякая была применена на меня. Вообще, все, что есть, ну, вот такого хорошего, сильного, современного, да. Ну, мне она не помогала, к сожалению. Ну, помогли мы химиотерапевтам. Да, да. Ну, это самый главный вопрос, мне кажется. Да, 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 конечно, конечно. Вот ваш метод плюс химиотерапия. Вдруг вот организм, который не поддавался ничему и был обречен, сейчас живет. Спасибо вам. Вот о чем речь. Вторая часть этой методики, от которой я докладывал недавно в Германии, это так называемая биохронотерапия. В свое время она была разработана русским ученым Загузкиным Сергеем Львовичем. Результат его 30-летних исследований, он биофизик. Ведь каждая клетка нашего тела имеет определенную цикличность. Мы организованы как субъект в пространстве и времени. И вот если изучать динамику работы каждой клетки и, грубо говоря, мешать ей правильно функционировать. Ну, например, вы хотите спать, а у вас постоянно будет. Ну, это простой пример. И, в конце концов, дело доходит до того, что вы просто теряете ориентацию, в каком времени вы находитесь. Вы плохо начинаете понимать и так далее. Вы худеете. Вы можете даже погибнуть. Вот на этом основана биохронотерапия. Ведь так же, как и человек, каждая клетка человеческого организма имеет свою ритмику. Она организована в пространстве и во времени. И вот, соединив эти две достаточно сложные методики фото-динамической терапии и биохронотерапии, мы, соответственно, получили результаты, которые достаточно убедительны. Во-первых, это хорошо реабилитирует больных после всех видов воздействия. И хирургического, и химиотерапевтического, и лучевого воздействия. И, более того, мы помогаем им вернуться к активной жизни, то есть к работе, к семье и так далее. Ежегодно в России порядка 2,5 миллиона больных раком. И у многих это тупиковая ситуация, они не знают, куда обращаться. И давайте поговорим тогда, как вести себя человеку, как ему помочь, как ему правильно лечиться. Потому что пути водителя по этому. Нет, я уже убедился, у меня масса больных. Спасибо. Наш ребенок. Ему стало на сегодняшний день достаточно хорошо. Он практически здоровый человек. Мы в последний раз приехали просто для контроля. Сегодня. Огромное ему спасибо за его золотые руки. Добавил с помощью урон. Сергей Петрова. Чтобы не Doug выглядел. Продолжение следует...